Всем привет! Меня зовут Михаил Клинчук. Я нахожусь сейчас в Ташуджу, район Селивке, область Мерсин. Этот ролик будет полезен для тех, кто планирует перебраться в Турцию и выбирает место жительства. 30 лет назад это еще была рыболовецкая деревня. Была она небольшой, но сейчас уже здесь проживает, опять же, это со слов местного жителя, водителя такси. Сейчас здесь проживает порядка 100 тысяч человек. Для сравнения, районный центр Селивке проживает 110 тысяч. Но в отличие от Селивке, это достаточно компактный поселок. Здесь очень большое количество новостроек, поэтому если вы надумаете сюда перебраться, будет хорошим вложением и денег, а также возможностью найти здесь работу. Почему здесь намного легче найти работу для русскоговорящей аудитории? Потому что здесь неподалеку устроится атомная станция Акулин-Нуклеар, и вы можете подать свое резюме для того, чтобы устроиться на работу. Как только вы получаете приглашение, можете сюда перебираться, перевозить свою семью. Ну и вас, наверное, будет интересовать уклад жизни, что здесь делать, куда водить детей, в какую школу, в какой садик. В общем, весь этот ролик посвящен именно вот этой тематике, и я буду сегодня вам рассказывать о нюансах проживания в Турции. Поэтому сейчас мы пройдемся по небольшому списку, и я буду отвечать. Первый пункт. Что у нас здесь есть? Здесь есть практически все, что вам необходимо для развлечения и полноценного отдыха. Это кафе, рестораны, есть европейская, турецкая, японская кухня. Есть специальные отдельные ресторанчики, в которых подается только исключительно рыба. Чтобы было понятно, еще раз напомню, это все-таки когда-то была рыболовецкая деревня, и, соответственно, здесь также продолжают ловить рыбу. Местные жители – это определенный колорит. Во-первых, они очень доброжелательные, они идут хорошо на контакт, сами смогут спокойно поддержать разговор, а также подсказать и рассказать, где что находится. Познакомился я с целой командой водителей такси. Кстати, такси называется «Русалка». Здесь известная достопримечательность – это «Русалка». Я, по крайней мере, насчитал две штуки, поэтому, если вы еще встретите, то это как бы нормально. По легенде, сто лет назад когда-то здесь видели «Русалку», поэтому, если вы спросите, как вам сюда добраться, например, там, я не знаю, там, с другого города Турции, просто, скажите, поселок, где есть «Русалка», и, в принципе, Турция здесь знает, что существует такой поселок Ташуджи, где есть «Русалки». Если вы, например, приходите в кафе, они вас всегда заинтригуют, повеселятся с вами. Вот эта кафешка с вкусняшками, я так и называю, кафешка с вкусняшками, я стараюсь зайти для того, чтобы чего-нибудь себе купить. Что самое интересное, это такой маленький лайфхак. Если вы придете вечером, а, как правило, вечером они должны все полностью распродать для того, чтобы продукция не застаивалась. И если вы что-то берете, и они видят, что вы практически последний покупатель, то вам еще что-нибудь в довесах просто так бесплатно дадут. Поэтому обязательно заходите в такие кафешки, особенно под вечер, если хотите что-то чуть-чуть больше приобрести. Потому что, ну, тут так принято. Потребителю необходимо продавать только самую свежую выпечку. Поэтому рекомендую. Ну, а по поводу водителя такси я уже сказал. Если вас интересуют контакты, то я обязательно в описании напишу, как связаться с этим водителем или с этим автопарком и вызвать себе такси. Давайте поговорим немножко о сервисах. В целом, в принципе, я бы не сказал, что здесь я лично испытываю какие-то трудности. Здесь можно спокойно арендовать скутер, квадроцикл, автомобиль. Можно пройти курсы турецкого, английского. То есть больших каких-то проблем нет. Если у вас чего-то здесь нет, то вы можете воспользоваться сервисами доставки и вам сюда привезут. Существует большое количество сайтов, все различные приложения, где можно заказывать. Наверное, единственный минус – это нужно правильно писать. И желательно, если вы пользуетесь каким-то местным сайтом, то желательно писать на турецком. То есть используйте переводчик, вбиваете, например, сетевой фильтр и переводите его на турецкий язык, а потом уже вот это название вставляете в поисковик, и тогда вы уже сможете найти то, что вы хотите. Да, немножко своеобразно, но в целом, если по-простому называть вещи своими именами, то так или иначе все находится достаточно легко. Почему стоит все-таки рассмотреть этот городок русскоговорящей аудитории? Потому что здесь достаточно много людей, которые говорят на русском языке, а также есть самое главное – это работа. Соответственно, переезжая сюда, опять же, если вы устраиваетесь на работу, то вы получаете страховку, рабочую визу, и также вы можете застраховать своих детей. То есть такая существует полноценная семейная страховка, которая покрывает до 70% затрат на медикаменты и лечение. Поэтому стоит ли сюда приезжать? Да, наверное, стоит. Особенно, если вы уже твердо определились именно с этим. Теперь смотрите, основная проблема, я уже говорил, это все-таки, куда пойдут наши дети, если их необходимо учить. В Селевке есть частная русскоговорящая школа до конца этого года, учебного года, а в следующем году, скорее всего, эта школа перейдет под кураторство атомной станции. Здесь также, кстати, есть магазинчик русской еды. Вы можете прийти, купить пельмени, купить сметану, купить масло, даже если надо, купите бородинский хлеб. Поэтому больших проблем нет. Кстати, даже водка-белуга продается. Поэтому будете чувствовать себя как дома. Больших проблем нет. Очень такой интересный вопрос, как вообще обстоит быт русскоговорящей аудитории. Все оказалось у нас достаточно просто. Существуют здесь все различные чаты в Телеграм, есть новостной чат, а также есть чат для обмена валюты. Если в новостях вы можете узнать последние новости или задать какие-то вопросы по поводу ВНЖ, вам там все ответят или где найти подавателя по турецкому языку. Смотрите, основной момент это все-таки обмен валюты. И так просто получилось, что часть людей получает заработную плату в турецких лирах, а кто-то получает заработную плату в рублях. И из-за вот этой курсовой разницы и также из-за водоограничений, которые сейчас существуют, естественно, нам появились серьезные проблемы. Но так или иначе люди нашли способ решения этой проблемы. Сейчас расскажу, как это происходит. Смотрите, существует чат, он так и называется «Обменник Ташуджу». Там производят обмен Селивке, и Атакент, и Ташуджу, и Бекюджели. То есть все здесь производят обмен своей валюты. Как происходит? Ну, например, вам нужна валюта рубли для того, чтобы оплатить кредит, а вы получаете заработную плату в турецких лирах. Соответственно, вы пишите в чат, что вам необходимо купить рубли, а людям, которым нужны, наоборот, турецкие лиры здесь, пишут в чате, что ему нужны, например, лиры. И вы, соответственно, договариваетесь и обмениваетесь по тому курсу, который вас устраивает. Все. То есть больших проблем нет. Сам пользуюсь таким обменником. Сейчас расскажу очень важный момент по поводу покупки любой электроники, либо бытовой техники. Если вы покупаете бытовую технику, то у вас запросят номер Кимли. Это когда вы получаете ВНЖ, вам выдают специальный номер. А также вы можете зарегистрировать себя как налоговый резидент в Турции, и, соответственно, тоже получить соответствующий номер. Когда вы покупаете эту технику, то вы должны указать этот номер, и, соответственно, когда будут осуществлять покупку, его вам зарегистрироват. Если вы, например, надумаете покупать телефон, то здесь я вас сразу хочу предостеречь в плане покупки и вообще использования симок со своими телефонами, которыми вы приезжаете из России или там из другой страны. У вас есть срок пользования чужой симкой, местной симкой в своем телефоне 3 месяца. Через 3 месяца у вас телефон полностью блокируется. Да, есть возможность его разблокировать, но вы снова продлите до следующей блокировки период 3 месяца, потом он у вас окончательно блокируется, и телефон можете просто выкинуть. Поэтому прежде чем вставлять местную симку в свой телефон, обязательно подумайте, стоит ли вам этим заниматься. Иногда лучше просто прикупить себе какой-нибудь маленький недорогой телефон местного производства, либо везенный уже сюда, и раздавать себе интернет. Таким вот образом многие пользуются. Либо полностью приобрести здесь телефон. Но опять же, если вы приобретаете телефон, я уже говорил, что вам нужен иметь номер Кемлик, либо номер налогового резидента Турецкой Республики. Для тех, кто увлекается спортом, здесь есть чаты для того, чтобы бегать и заниматься спортом. Вот я лично бегаю в Атакенте, а часть людей, большая часть, которая здесь проживает, то есть у горячей аудитории, она бегает здесь в Ташотжерах. Здесь есть тоже чат, ссылочку в описании я укажу, и вы сможете присоединиться к какой-то группе и бегать по утрам перед тем, как пойти на работу, ну, либо вечером. Ну, я лично здесь рекомендую бегать с утра. Как правило, дует ветерок, не жарко, и можно бегать достаточно длительное время. Ну, рекомендуется все-таки вставать где-то в 5 утра, и для того, чтобы все успевать. Вот в Атакенте, если я бегаю, то у нас там даже целая группа. Мы бегаем, в 5.15 мы встаем, и в 5.30 мы бегаем, нам часа хватает для того, чтобы пробежаться, ну, и кому-то идти уже дальше на работу. Я уже говорил, что поселок развивается, очень активно развивается, поэтому здесь большое количество новостроек. Еще раз хочу подчеркнуть тот момент, что я нахожусь в старой части поселка, а справа от меня находится современная часть. А если вы туда пройдете, вы сможете приобрести себе хорошую квартиру согласно новым современным стандартам строительства. Обращайте внимание на то, когда вы покупаете, это, кстати, тоже будет ссылочка в описании агентства недвижимости, к которому вы можете обратиться, и оно вам поможет подобрать объект на аренду, либо на покупку. Обращайте внимание на то, что здесь могут быть проблемы, перебой с электричеством, соответственно, в доме, в котором вы покупаете квартиру, необходимо, чтобы был генератор. Ну, не только генератор, вообще стоит обращать на много нюансов, которых вам, в принципе, расскажет риэлтор. Ссылочка будет в описании. Немного об экономике поселка. В основном здесь деньги оставляют русскоговорящие аудитории, потому что, еще раз говорю, рядом строятся атомные станции, соответственно, здесь совершенно другие деньги. Это, кстати, отрицательно повлияло на рост стоимости продуктов, потому что здесь платят хорошие деньги, ну и, соответственно, это не могло не сказаться, особенно на аренде жилья, либо на покупке жилья. Раньше стоило все намного дешевле, чуть ли не в три раза, да, если говорить про аренду. То есть раньше можно было снять квартиру за 7-12 тысяч, то сейчас это уже начинается где-то от 30 тысяч и выше. Поэтому, как снять, тоже обращайтесь к риэлтору. Кстати, для тех, кто работает на атомной станции, как правило, атомная станция оплачивает проживание, поэтому больших проблем с этим нет. Рекомендую сначала поискать вакансии на сайте Headhunter. Если вам, опять же, вакансия подходит, то регистрируйтесь, пишите свое резюме, приезжайте сюда, и больших проблем с этим не будет. Так, друзья, ну, в принципе, вкратце я рассказал про этот город, рассказал про какие-то сложности, которые бывают в случае, если вы надумали переехать сюда. И если вам понравился этот ролик, обязательно пишите свой комментарий, поставьте лайк. И внизу еще раз подчеркну тот момент, что я напишу номер телефона водителя такси, который говорит на русском языке. Пишите ему, отправляйте геоточку, он обязательно передаст другому водителю такси, и вас заберут и отвезут туда, куда вы захотите. Если вам нужно снять квартиру, купить квартиру, тоже ссылочка будет в описании. Если вам нужно, а это, кстати, часто, зачастую такое бывает, вам нужно получить ВНЖ, то ссылочка будет внизу, специалистов, которые этим занимаются. Часто такая есть проблема, это как перевод каких-то нотариальных документов. Например, вам нужно оформить какую-то доверенность для того, чтобы в России произвели какие-то операции. Например, вам нужно продать квартиру, участок или еще какую-то другую недвижимость, то здесь сначала нужно заказать перевод, потом этот перевод нотариально заверите, и уже потом вы его отправляете, а в России вы его переводите и тоже нотариально заверяете. Как это сделать, тоже будет ссылочка в описании. Я вам дам тех специалистов, которым я пользовался, и поэтому я рекомендую. На этом, в принципе, все. До новых встреч. Следующий город у меня будет в Селивке, а потом будет уже Атакент, и я также расскажу и покажу вкратце об этих городах.